Потерпевшими по уголовному делу проходит 555 человек. Они требуют вернуть им более 200 миллионов рублей. Сегодня на судебный процесс явился всего один пострадавший. На скамье подсудимых Николай Махачек, директор кооператива МИР. Его адвокат Сергей Михайлов высказался против того, чтобы его подзащитным снимали видеокамеры. Ваша честь, понятно, что свободу слова никто не отменял. Однако мы не возражаем против съемок в зале судебного заседания. Однако категорически против тиражирования изображения моего подзащитного. Это ходатайство судья Николай Урлеков не удовлетворил. Чуть позже адвокат заявил протест против того, чтобы дать слово потерпевшему. Александр Шапатин пришел в суд не по повестке. Но на процесс сегодня не явились ни один из шести заявленных потерпевших. Поэтому слово 77-летнему бывшему вкладчику КПК МИР все-таки предоставили. Александр Шапатин уже пять лет пытается вернуть свои деньги. 260 тысяч рублей. Одно из доказательств – письмо, подписанное директором КПК МИР Николаем Махачиком. КПК МИР подтверждает свою задорность Шапатину в размере 260 тысяч рублей. И не отказывается от выполнения своих обязательств по мере поступления средств в кооператив. Но поступление средств потерпевший так и не дождался. Как, впрочем, и другие 554 владимирца. Директор Махачик размещал объявление о том, что имеется возможность выплачивать проценты по вкладам населения. От 17 до 24 процентов граждане приносили денежные средства. И впоследствии не получали ни проценты по вкладам, ни основной долг. Впрочем, судя по вопросам, которые задавал адвокат Махачика потерпевшему, в пропаже денег своего подзащитного он не винит. Вы деньги в кооператив сами принесли? Не надо мне, ну, факты, когда идет обман. Причем, вранье и обман идет. Кооператив деньги сами принесли? Ну, кто же меня за руки что не сли? За руки? Конечно, я договор заключал. В феврале 2009 года Александр Шапатин подал личный иск о возмещении ущерба по вкладу и выиграл его. И хотя денег он так и не увидел, подсудимый Николай Махачик сегодня фактически обвинил пожилого человека в крушении финансовой компании. Александр Владимирович, как вы считаете, это могло повлиять на приближение кооператива к банкротству? Это меня уже не касается. Как я договор закончился, вы обязаны выдать деньги без всякого... Я считаю, что вы непосредственно присчастны к банкротству, кооперативу. Накал страстей достиг предела. Судья даже прервал заседание для того, чтобы пригласить на судебный процесс двух приставов. На всякий случай. Вы надеетесь на справедливое рассмотрение своего дела? Ничего не надеется. Изобразие одно измерзвозь. Судебный процесс продолжится 21 февраля. На заседание вызовут других потерпевших по уголовному делу. По неизвестной причине бывшие вкладчики КПК «Мир» не стремятся лично рассказать суду свои истории обмана. Рассмотрение дела грозит затянуться не на один месяц.